Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалум алейхам. Мы продолжаем изучать книгу Откровения. И у нас пришел черед 19 главы. Но прежде, нежели мы начнем изучать непосредственно 19 главу, в которой речь пойдет о втором пришествии, или, как я люблю повторять, возвращении Мессии в этот мир, хотелось бы вот о каком вопросе упомянуть. Есть вещи, которые очень часто путают. Первое – это то, что называется «благословенная надежда наша», или, быть может, вам более знакомо слово «восхищение». И второе – это, собственно, возвращение Мессии в этот мир. Первый раз, или первое событие, которое я назвал, оно повествует о том, как Мессия придет для того, чтобы из этого мира забрать верующих в Него. Он придет в место, которое на страницах Библии называются «Нижние небеса». Мы плохо себе представляем, что это за место, но именно оттуда, при звуке шафара, трубы, верующие в Него будут забраны. «Забраны будут только те, которые имеют завет с Господом во имя Машеха нашего Ешоа. И только таковые примут участие в том, что называется восхищением общины, восхищением церкви, какие хотите слова для этого использовать». Второе, о чем, собственно, пойдет речь в ближайшее время, речь идет о возвращении Мессии в этот мир. Тот самый момент, когда Он придет в этот мир как Царь, для того, чтобы поставить трон свой в Иерусалиме, и оттуда, как Царь и Господь и Мессия, управлять всей землей, ибо начнется то, что мы называем «тысячелетнее царство». Оно имеет еще другие названия – «царство Бога», «мир грядущий». Следующий этап, который будет после этого открыт, называется Новый Иерусалим. Все это вместе можно обобщающее, в принципе, называть «царствием Бога». Так вот, вот это второе событие предвосхищают суды Божии, или гнев Божий изливается на землю. Но верующие в Господа, имеющие завет с ним, будут забраны прежде, нежели гнев будет изливаться на этот мир. И вот это очень важно понимать для того, чтобы разбираться в том, что мы с вами будем читать и изучать дальше. Давайте отправимся в 19 главу и прочитаем из первого стиха. Первый стих. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, «Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему». И второй стих. «Ибо истинны и праведны суды его, потому что он судил ту великую любодейницу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Мы с вами читаем, Йоханнан слышит голос многочисленного народа. Это подтверждает мысль, что верующие в Господа находятся в этот момент и поклоняются Богу, и прославляют Его. Но прежде всего обратите внимание на то, какие слова при этом используются. Мы с вами читаем «Аллилуйя» и «Спасение». Слово «спасение» в еврейском языке Ашана – это необычное провозглашение, которое используется в таком смысле, но это провозглашение, которое очень много и часто используется во время праздника Суккот, по-русски это «кущи». Дело в том, что в последний день этого праздника, который, кстати, называется Ашана-Раба, что можно перевести как «спасение великое», особо провозглашают это в молитвах, в пении, в прославлении. И мы должны понимать, что есть очень тесная связь, благодаря тому, что написано в книге пророка Захарии, между праздником постановления кущей и грядущим Царством Божиим, или тысячелетним Царством, как его иногда называют. Именно поэтому очень важно обратить внимание на то, что люди провозглашают, то есть они понимают, что на земле устанавливается Царствие Бога. Более того, мы с вами читаем, что они провозглашают суды Божии, прославляют суды Божии. Почему? Потому что прежде, нежели Царство Божие будет установлено, на земле должны произойти эти суды. Мы с вами говорили, то, что в еврейском языке называется «мешпад цедок», то есть суд справедливости или суд праведности, можно это перевести, предвосхищает установление Царства, ибо Господь будет воевать против врагов Израиля, а значит против этой самой идолопоклонской империи. В результате этого суда эта самая империя будет уничтожена. То же, что касается Израиля, мы должны вспомнить, я об этом говорил неоднократно в уроках, Израиль от гнева Божия будет защищен печатью. Но, вот эта самая империя будет много воевать против Израиля, и немало людей убьет, именно из-за того, что они не захотят склониться в идолопоклонстве перед ней. Давайте прочитаем дальше, 3-4 стихи. «И вторично сказали, Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали, и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря Аминь, Аллилуйя». Здесь есть смысл вспомнить то, о чем мы уже говорили. На страницах Библии есть, по сути, два вида смерти. Первая – это смерть физическая. Она, кстати, иногда на страницах Священного Писания называется сном. Вторая смерть – это смерть вечная. Она подразумевает вечные мучения. Смерть, которая не прекратится. Почему я сегодня об этом вспомнил? Потому что мы с вами прочитали. «Дым ее восходил во веки веков». Дымчей – вот этой империи, которая была уничтожена Богом, идолопоклонством. Мы должны понимать, что установление Царства Божия на земле гарантирует, что эта империя уже не вернется. Вспомните, мы с вами говорили о том, что произошло возвращение империи, которая существовала на земле. Но это было последнее ее возвращение. Она вернулась в преисподнюю и будет полностью уничтожена и будет вечно мучима. В четвертом стихе мы видим с вами картину, когда перед престолом Божьим поклоняются старцы, поклоняются животным. Тут надо вспомнить, эти животные, мы уже видели их на страницах Священного Писания. Основная их задача или основной смысл их существования – это поклонение Богу. Именно они летают и говорят «Свят, свят, свят Господь, Саваок, земля наполнена Его славой». Интересно, что в главной молитве дня еврейской в Амиде, шманаэстро ее называют, три раза в день произносится эта молитва, повторяются те же самые слова. Но давайте вернемся к престолу. Дело в том, что престол на страницах книги Откровения – это символ Божьего правления, символ Его славы, символ Его Царства. И мы с вами говорили, что такое установление Царства Божьего на земле. Это, по сути, перенос престола Небесного в этот земной мир. И Мессия, сидящий на этом престоле, управляет этим миром на протяжении тысячи лет. Это, можно сказать, первый этап Царства Божия. И в первый момент с ним в этом Царстве находятся только верующие люди. И тот факт, что мы видим с вами сейчас поклонение перед этим престолом, говорит нам о том, что слова Божии, и эти животные, эти старцы это понимают, исполняются вот сейчас, когда это все происходит. Давайте почитаем дальше. С 5 по 7 стих. «И голос от престола ишел, говорящий, Хвалите Бога нашего, все рабы Его, боящиеся Его, малые и великие. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, и наступил брак Англца, и жена его приготовила себя». Обратите внимание, люди прославляют Царствие Божие, которое уже установлено. И дальше мы с вами читаем, речь идет о свадьбе. И разумеется, здесь речь не идет о каком-то физическом браке, это надо понимать духовно. Давайте вспомним, что заповедь брака была дана этому миру, людям, живущим на земле, еще прежде, нежели люди согрешили. Если вы изучаете книгу «Бытие», то вы можете увидеть уже в первой главе такие слова. «И оставит муж отца своей и мать, и прилепится к жене своей, и станет одноплоть». Причем, если вы слушаете наши уроки по книге «Бытие», то вы знаете, я учу об этом. Слово, которое там используется, в русский язык переводимое как «прилепица», что в принципе легитимный перевод, имеет довольно глубокий смысл. Вот это станут одноплоть, это не подразумевается метафизически, это подразумевается буквальное слияние этих людей. И мы с вами знаем, что в браке происходит объединение на генетическом уровне, рождаются дети и так далее, и так далее. Именно поэтому образ брака и был выбран для того, чтобы объяснить вот это, что происходит здесь. Бог объединяется со своим народом. Тут нужно вспомнить, что когда мы с вами изучаем книгу «Исход», там есть очень интересная картина. Сразу после того, как Господь дает народу Израиля скрижали, десять заповедей, Он имеет желание прийти к ним, объединиться с ними. И Моисей говорит, он идет не для того, чтобы судить, но для того, чтобы изменить вас. То есть Господь хотел уже тогда изменить еврейский народ, чтобы они, там буквально это написано, не грешили. Но народ на тот момент был не готов к этому, и они убежали. И план Бога получил новое развитие. Я хочу подчеркнуть, если происходит так, что люди оказываются не готовы к тому или иному событию, это не значит, что планы Бога изменились. Это может значить только то, что время на их исполнении изменилось. По какой причине еврейский народ оказался не готов принять Господа? По той причине, что они имели недостаток веры. Хосер и Муна. Почитайте любого из раввинов, вам скажут. Причина, почему еврейский народ ходил по пустыне. Недостаток веры. Сорок лет, вместо того, чтобы войти тогда, когда их звали. Но это еще и значит то, что Господь займется тем, чтобы научить людей верить. И, собственно говоря, то, что произошло в пустыне, они учились верить, дабы им войти в землю обитованную. Но это еще не конец. Мы с вами, по сути, видим в наших текстах происходит именно это. Люди, научившиеся верить, доверять Богу, благодаря жертве Мессии не грешат. И таким образом они имеют возможность войти в Царствие Божие, то есть объединиться со своим Мессией. И обратите внимание, что не случайно Йоханан сейчас Машеха, Мессию, называет Агнцем. Что такое Агнец? Агнец это пасхальная жертва, благодаря которой еврейский народ получил шанс выйти из Египта. Вспомните, кто вышел из Египта? Евреи? Не только. Из других народов тоже были люди. Мы не знаем, сколько их было, но тот факт, что там используется слово «эрфраф», «раф» – это множество, то есть их было довольно много. То есть люди, еврейский народ, которого, кстати, вышло всего 20%, если верить раввинам и намекам книги «Исход», плюс из других народов, кто поверили, что помазанные косяки дверей кровью Агнца позволяют спастись от гибели, послушались и вышли из Египта. Вера проявляется в послушании. Именно поэтому сейчас здесь используется это слово «Агнец». Благодаря крови Машеха, подобно как благодаря крови того древнего Агнца, люди имеют возможность идти вместе со своим Богом. И это открывает им двери в Царствие Божие. Для всех ли? Никак. Только для верующих. И вот здесь есть нам смысл разобраться вот еще в каком вопросе. А какое место во всей этой картине занимает Израиль? Для того, чтобы в этом разобраться, нам нужно отправиться в книгу пророка Захарии. Обычно я просто цитирую какую-то мысль из пророков, но сегодня я хочу, чтобы мы вместе с вами почитали текст, о котором будет рассуждаться, и вместе пришли к тем выводам, которые я хочу до вас донести. Итак, книга пророка Захарии, 12 глава. Я прочитаю 8, 9, 10 стихи. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. И дом Давида будет, как Бог, как ангел Господень пред ним. И будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления. И они возрят на него, которого пронзили, и будут и рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Мы с вами читаем, народы придут на войну против Иерусалима, против Израиля. То есть к Иерусалиму, по факту, будут стянуты войска. Это нам как раз и указывает на то, что события, которые мы изучали на странице книги Откровения, и эти события очень тесно связаны. При этом обратите внимание на это словосочетание. «В тот день Мессия придет и будет защищать Израиля». «В тот день» – это словосочетание на еврейском языке «айомау» так часто используется по отношению ко дню пришествия Мессии, что многие раввины говорят о том, что именно так его и следует называть. И мы с вами читаем, что Машех будет «защищать». Интересно, что здесь используется то же самое слово, которое мы видели не так давно в книге Откровения, а именно «гощия». «Спасать» – это может быть переведено так. И я бы этот перевод и использовал. Почему? От чего будет защищать Господь? Ну, логически, и это нормально понимать, что Он будет защищать от этих войск, которые придут воевать против Израиля. И это, наверное, и есть прямое и правильное, простое понимание текста. Но, как вы знаете из наших уроков, в еврейском мышлении есть несколько уровней понимания текста. Первый уровень, который называется «пшат», самый простой, он действительно говорит о том, что Господь защитит еврейский народ от нападающих на Него людей. Но в этом тексте, на мой взгляд, есть еще и то, что называется «ремес», что значит «намек». А именно, Господь намекает на то, что Он спасет в том понимании, как мы с вами говорим о спасении, в тот день еврейский народ. Почему я так делаю такой вывод? Обратите внимание на то, что мы с вами прочитали дальше. «И самый слабый между ними будет, как Давид». Вы помните Давида? Что его отличало от остальных? Он был самым сильным? Самым крепким? Нет. Он был обыкновенным мальчиком, пастухом. Но у него была вера, и эта вера позволяла ему делать невероятные вещи. Доверие к Богу позволяло ему победить Голиафа и многое-многое другое. Именно это и отличало его. И я думаю, что смысл этих слов заключается в том, что в этот момент произойдет величайшее событие. Израиль уверует. Тем более, что в 10 стихе мы с вами читаем такие слова. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления, и они возряд на него, которого пронзили, будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть в этот момент Израиль, увидев своего мессию, увидев знаки его пронзенности, причем очень странная вещь, хочу обратить ваше внимание. В русском переводе написано «возряд на него, которого пронзили». Но если вы читаете еврейский текст, то получается там так. «Возряд на меня, которого пронзили». А учитывая, что весь этот отрывок, повествование идет от лица Бога, нужно задуматься о том, кто такой Машех и его божественной природе. Но сейчас мы не будем об этом. Так вот, мы с вами читаем о том, и в этом, на мой взгляд, есть намек, что еврейский народ в тот момент уверует, увидев мессию. И таким образом, благодаря этой вере, получат возможность войти в Царствие Божие. Очень важная мысль, которую я очень часто повторяю, изучая книгу Откровения. Войти в Царствие Божие без веры в мессию не может никто. Блаженны мы, которые уверовали при жизни нашей, услышав о Господе. Но, и подобно Фоме, если кто уверует, как и уверует здесь, на мой взгляд, Израиль, увидев Господа, это тоже вера. И благодаря этой вере, они войдут в Царствие Божие. Давайте перейдем к следующему тексту. С 8 по 11 стих. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Ангса. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. И я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстие неба. И вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинский. Мы с вами говорили, что войти в Царствие Божие без веры в Мессию, без того, чтобы его кровь стала платой за наши грехи, невозможно. Но это еще не значит, что наши дела, которые мы совершаем на земле, не имеют никакого значения. Много раз в моих уроках я повторял эту мысль. Если дела наши являются делами Божьими, я сознательно ухожу от названия делами хорошими, потому что часто в это подразумевает какой-то наш собственный смысл. Так вот, если наши дела являются делами Божьими, то они несут с собой награду в Царстве Грядущем. И Виссона, который мы с вами читаем, который есть праведность святых, одна из таких наград. Сегодня я подробно не буду говорить о наградах, об этом у нас пойдет речь дальше, но обратите внимание, что по сути вот эта вся картина, это торжество, которое в глазах Йоханана происходит на небесах. И передать ее, конечно, ему очень и очень сложно. Но вместе с тем мы с вами читаем о том, что когда он все это увидел, осознал и понял, он настолько переполнил радостью от всех этих благих новостей, что готов был поклониться этому ангелу, который ему эти новости принес. Но ангел удерживает его от этого. Почему? Потому что поклоняться нужно только Богу. И ангел говорит ему, я соработник тебе. Интересно, что в нашем тексте свидетельство Иисусова называется, в котором есть дух пророчества. Почему? Мы должны понять вот какую вещь. Пророческие книги для верующих людей очень и очень важны. По сути, Мессия нам открывается благодаря этим книгам. Когда мы видим реализацию тех или иных пророчеств в Новом Завете, в жизни Иишуа, в том, что делали апостолы после него, мы понимаем, что это да, есть исполнение тех самых слов Божьих. Именно поэтому, когда люди избегают пророческих текстов, отвергают их, они совершают глубочайшую ошибку. Именно благодаря пророческим книгам мы видим весь портрет нашего Мессии. И здесь же содержится торжество или апогей этого портрета, потому что мы с вами видим в 11 стихе отверстное небо, и конь белый, и на нем сидящий, называется вечный и истинный. И праведно судит этот мир. К этому стиху мы еще вернемся к следующему уроку, но на этом у нас сегодня заканчивается наш разбор. Да благословит вас всех Господь. Бо чем еще, аминь. Друзья, хочу предложить для всех желающих книгу Баруха Корман «Царь грядущий». Эта книга посвящена тысячелетнему царству. Ее вы можете заказать в электронном виде абсолютно бесплатно, написав нам на наш электронный адрес. Да благословит вас всех Господь. Продолжение следует...